Чё ж ты так орёшь-то, а? Так вот. Чё это он-то молчал? Гриша! Ты живой? Это всё Василий Иванович. У него к детям подход имеется. Да, классный подход. Я ожидала, честно говоря. Что ж вам за это? А, вот, самогоночки! Давай, давай. От чего же? Желаем. От самогонки я ещё никогда не отказывался. Так, на склад пришли. Я сломалась, будь она неладна. У меня ни отвертки, ни молоточка. Да, тыловое обеспечение хромает. А ты ножичком, ножичком отковыряй. Был бы нос, я бы тут не сидел. Вот я и говорю. Недостаточное тыловое обеспечение хромает на все три лапы. А почему три? Четвёртую отстрелили. Согласен. Дадим отверточку. Василий Иваныч, ты только посмотри, как человек мучается. Да уж. Может, ему отвертку дать? Отвертку? Какую отвертку? Вот что, отвертка есть. А то! Конечно, есть. Эй, привет, друзья. Итак, Петька Васильевна Иванович 4, эпизод 8. День независимости. Перезагрузка. Компания Бука. Подписываемся, друзья, и мы вам колокольчики. Итак, компания Бука совместно. С компанией. Сатурн Плюс представляет. Так, ну что, загружаем игру. И поехали. Так, ну что. Отсюда мы ушли. Теперь нам нужно ещё раз сходить туда. Так, пошли. Идем дальше. Мимо полевой кухни, в деревню. Граждане гражданки, составляющие гражданки. Здорово, зеленья. Призываю вас. Какая-то, что-то твари-то. А в чём, собственно, дело? Али огорчён, чем? Да вот, завели шарманку. И всё одно и то же. Одно и то же. Ну и что? Может, у человека работа такая? По радио бакланить. А работа такая. Крокодильчики у меня не стеус перестали из этой балаболки. В радио тебе прислываю вас гражданской беденнике. Да. Ага. През иконам военного времени положено, значит, население обмечать и успокаивать. Правильно. Он меня не успокаивает. Он меня нервирует. Какой ты нервенный. Да пошёл бы. Со своим сочувствием. Сочувствием ж... Не заткнёшь. Красиво мысли излагает. Внимание, внимание. У-у-у-у, ребятки, а может быть, вы что-нибудь придумаете. В смысле? Если этот директор недоделанно и заткнётся я вам, я вам журу. О, я вам мешок картошки. Соблюдайте спокойствие. Мешок? Это хорошо. Вот и по рукам. Золотые вы мои. Ну что? Внимание, внимание. Воспользуемся бластером. Призываю вас гражданской... Значит, говоришь, мешает мне для этого устройства. Ещё бы не мешало. Конечно, мешает. Говоришь, значит, картошки отсыплю, если мы тебе тут тишину наведём. Вопрос. Моё слово железно. Ну ладно. Смотри, Петька, в котика не выпадет. Постараемся. Ух ты. Упал котик. Я ж тебе сказал, Петька, насчёт кота. Ой, я не хотел. Что с ним, Василий Иванович, помер? Нет, Петька, придуривается. Это он от страха упал. Точно, от страха. Повезло котейке. А ведь я мог и промазать. Не, нельзя. А как это у вас так вышло? Обыкновенно. Из бластера. Ты, земляк, картошку давай, раз обещал. Ребят, а продайте мне из штуковину. Лишь чего захотел. Продайте. Ты картошку обещал, вот и давай её сюда. Да погодите вы со своей картошкой. Я тут дел вам говорю, ну, продайте мне этот, как его, воу, бластер. А вот хрен тебе. Ну, не хотите продать, на яйца сменяйте, у меня их целая лукошка. Это на крокодилячье, что ли? А как же картошка? Сначала поменяемся, а потом уже о картошке поговорим. Ну что, Петька, поменяемся? Не знаю, не знаю, Василий Иванович. Так, надо вот эту палку взять. Ладно, уговорил. Держи. Поменяемся давай, потом возьмём палку. А вот корзинку-то мою не тронь. Это как? Мы ж поменялись. Ничего не знаю. Это мои яйца, и брать я их не позволю. Охат! А ты не ругайся, а то сейчас как пальну. А вот хрен ты угадал, там патронов-то нет. А вот сейчас проверим. Легай, Василий Иванович! Вот и ха! И правда, патронов нету. Но ничего-ничего! Патроны я где-нибудь раздобуду! Вот тогда разговор у нас с вами другой выйдет! Да, уж ты раздобудешь. А ты гад! Кулак какой-то! Просто живоглот! Пошли отсюда, Василий Иванович! Так, палочку-то берем. Она нам пригодится. Это не просто палочка с ключочком. Это Богор. Ля-ля-ля! Богор, Богор. Бери, Петька, потом разберемся. Богор очень полезная вещица. Можно им что-нибудь подцепить, а потом ловко дернуть. Угу. А еще им трупы из реки Удор. Чего болтать-то зря? Бери быстрее, пока не видит никто. Так, пошли туда за дом. Там у него сарай. Так. В этом сарае тот гад с крокодилами картошку наверняка держит. Нашу, между прочим, картошку. Мы же, Василий Иванович, по-честному радиоточку сломали. Раз мы с ним по-честному, а он с нами по-нечестному, значит, и поступить мы с ним должны нечестно. Правильно, Петька? Имеем полное моральное право. Так, берем кошечку и бросаем ее по кошку. Ну, разве что из спортивного интереса. Низко пошла. К дождю, наверное. А все-таки ты, Василий Иванович, зверь. Слышь, как кошка орет. Да, уж орет она. Ой, какой. Ух ты. Вот так вот. Охраны нету. Можно лезть в нору. Полезай, Петька. Ир в нору лес. Ай, елки, у нас переключится. Ну, да-да. Не забывайте, друзья, переключаться, если надо. Петька, полезай. А что сразу я? Почему как что, так сразу Петька? Потому что вот так всегда. Давай, пошли. О, голмех какой, картопля. Это кто же такой огромный мешок сюда затащил? Силища-то должна быть. Богатырская. Угу. А может, его здесь насыпали просто? Как же мне его тащить-то? Вот так. О, отлично. А Ларчик просто открывался. Все, я по-любому не унесу. Конечно. А так, по-чуть, можно. Набирай, набирай, Петька. Она нам пригодится. Ну, что? Есть, Василий Иванович, достал. А там еще осталось. Осталось, не осталось. А больше я туда, Василий Иванович, не полезу. Как? Ну, это все нам потом пригодится. Яйца, картошка. Не полезу и все. Так, ладно, пошли. Зайдем этот сарайчик. Ой, как там дойдет. Что ж ты орешь так? Так, дадим ему игрушку китайскую. Ой. Че я тебе замолчал? Гриша, ты живой? Это все, Василий Иванович. У него к детям подход имеется. Ну, ребят, я ожидала, честно говоря. Что ж вам за это? А, вот, самогоночки. Не желаете, а? Желаем, желаем. Чего же? Желаем. От самогонки я еще никогда не отказывался. Постыдил тебе, Ленка. Неудобно в самом деле. Берите, берите. Это от чистого сердца. Угу. Дамочка. Ладно, пошли. Самогонку заполучили. Подписываемся, друзья. Жмем на колокольчик. Оставляем комментарии. Делимся с друзьями. Так, полевая кухня нам нужна сейчас. Там нужно кое-что раздобыть. Что надо? Дай пожрать что-нибудь, а? Тут ведь кухня, а? Тут-то кухня. Да только кормить я всех не обязан. А что ж ты обязан? Я обязан готовить. Лавлюешь разницу? Нет. Ну, тогда и говорить не о чем. Ммм. Готовить это же не кормить. Не очень-то умеет. Ну да. А ты как хотел. Тут армия. Тут. Галантерейного отношения не жди. Так. Подпустим немного тумана. Дымовую шашку кинем туда. Опа. Отлично. Сейчас мы его выкурим оттуда. Пожар. Ха-ха-ха. Горим. Сгорим-горим. Погорячился ты, дружим. Погорячился ты, дружим. Ох ты. Я ж свой топорик-то на кухне оставил. Эй. Теперь пропадет. Не пропадет. Вот Петька топорик достанет. Он такой. Что хочешь, достанет. Да что ты такое говоришь, Василий Иванович? Да я говорю, достанет. Лезь кому говорю. На кухне всегда есть чем пожениться. Вот и противогаз нам пригодится. В принципе, если подумать, в противогазе я, пожалуй, рискну туда войти. Правильно, Петька. Только думать надо не в принципе, а пожить. Ступай. Давай, Петька, давай. Ступай, ступай. Нечего тут. Так, отлично. Ну как? Да не видно там ни хрена, товарищ командир. Вот только кусочек масла и успел спасти. Да. Масло нам нужно. Это который с черной ручкой. Да. И еще там такие пимпочки, чтобы мясо отбивать. Да. Не, не видел. Нет, не видел. Эх, пропал, пропорь. А что ты хотел? Ладно, друзья, закончим на этом на сегодня. И где будет еще интересней, сохранимся. Сохраняемся. Да-да-да. Выходим из игры. Смотрите в следующей серии, друзья. В следующем эпизоде. Вагонку-то ты туда, зачем? О. Ну, так, на всякий случай. Это как шоколомашина какая-то. Так, если только для куражу. Ну, если только для куражу. Так. Ну, давай, Петька, заходи. С Богом. Ой. Оба-на. Раз. Ой. Оба-на. Два. Ой. Оба-на. Три. Ой. Ого-го. Четыре. А-а-а-а. И пять. Вот так вот мы размножили Петьку. Ну, все, друзья. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.